Сперва традиционное построение команд и торжественное открытие районного этапа. Право поднять флаг у победителей областной стафеты 2019 спортсменов 62-й школы. Далее все команды распределились по забегам. Чувствуется боевой настрой на победу. Меня зовут Борзенькова Яна. Мы из одиннадцати школы. И мы прожили только за победой! Открыли стафету воспитанники детских садов. Малыши на велосипедах и самокатах самыми первыми промчались до финиша. После них с линии старта побежали и сами родители. Правила семейного забега простые. Папа передает эстафетную палочку маме, а мама – ребенку. Чтобы выиграть, важно работать сообща. Главное не ошибиться. Постараться сделать лучший результат для всей семьи, для команды. И правильно передать палочку. Эта эстафета первая после долгого перерыва. Напомним, из-за пандемии в прошлом году соревнования пришлось отменить. Чтобы поддержать физическую форму в этот период, спортсмены тренировались самостоятельно. Несмотря на волнение, все участники показали достойный результат. Очень соскучились все. Два года не было у нас такой эстафеты. И, конечно, все ждали. Конечно, все ждали и готовились, и боялись, что что-то забыто, что это не получится. Но нет, сегодня замечательная погода, замечательное настроение. Самые последние побежали школьники. Каждое учебное заведение представило две команды. Одни бежали малый круг из 13 этапов, вторые – большой из 23. Тимур Менгачев представил 11-й лицей. И самый первый пересек черту финиша. У меня просто нет слов. До последнего не верю, что мы сможем, но смогли. Там большая благодарность старшему директору, что проводил тренировки. С утра до вечера всегда бегали, тренировались. Команда 11-го лицея одержала победу сразу в двух финальных забегах общеобразовательных учреждений. Вместе с ними на следующий этап областную эстафету прошли спортсмены сборной РЖД «Медицина», а также команду Ульяновского техникума железнодорожного транспорта. Областная легкоатлетическая эстафета пройдет 24 апреля. По традиции старт и финиш будут даны на Соборной площади. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Даниил Сурков, Управда ТВ.